Итак, есть ли хоть какой-то шанс у Савченко еще вернуться в Раду? И чем вообще может закончиться это дело? Давайте обсудим с нашими гостями. Сергей Мищенко, народный депутат и член парламентского комитета по правовой политике и правосудию. У нас в гостях и Тарас Загородний, политический эксперт. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Первый вопрос вам обоим сразу. Вот как вы думаете, Надежда Савченко может еще появиться в стенах Верховной Рады? Коротко, Сергей. Он может и может быть кандидатом в президенты. Потому что за такими справами всегда существует не только криминальное подгрунтя, но и политическое. Треба задавать себе вопрос, а кому это выгодно и что от этого будет? Иншим. Поэтому у меня есть вопрос к правоохранных органам, а почему они не довели эту справу до того момента, когда должны были арестовать организаторов? Хорошо, давайте поговорим о качестве их работы. Но секунд через 30. Тарас, а вы как думаете? Вот Сергей Прав может уголовное дело перерастись в политическое? Ну, оно и так политическое никто не приховывает, что в принципе эта справа была поднята через то, что паня Савченко была первым в списке Батьковщины, а паня Тимошенко у нас главный претендент на главную посаду в стране. Это раз. По-друге, в истории украинского парламентаризма уже есть случаи, когда человек, который сидел за гратами, стал депутатом и потом выходил. Как минимум два, могу вспомнить. Поэтому, существенно, если не будет непогашенной судимости на час выборчей кампании, она может або быть в списке какой-то партии и прийти в Верховную Раду, або прийти по округу, если их заместная будет. Ну, ответ ваше понятие на бой. В общем, если кратко, в нашей стране возможно все. Так. Сергей, вам вопрос, как прокурору в прошлом и как члену Комитета по правовой политике. Вот те доказательства, вы же, я думаю, внимательно изучили, которые предоставили прокуроры. Их достаточно? Как вы оцениваете их работу? Ну, для того, чтобы оценивать доказы, треба их криминальную справу вивчити и оперативно-розшуковую справу вивчити. Тому, зрозуміло, что в том поданне, який подав генеральный прокурор, только сухие факти есть. А доказовая база, вона в криминальной справе находится. Но то, что там существует, у меня снова вопрос. Почему они вышли на організаторов? То есть, по тем видео и по тем материалам мы видели, что Савченко не является основным гравцем в этой справе. Рубан более активный, более зацикавленный был в террории на территории Киева и Украины. Вона, знаете, как подносящая патроны. Но все же кто-то организовал. Я не думаю, что это величайные стратегии. Может, стоит ждать продолжение тогда? Или вы думаете, что эти люди уже могут сбежать? Почему, понимаете, из тех доказов, которые были в поданной, мы не видели, когда они планировали это сделать? Какого месяца, какого числа, в какой час они должны были сделать? Но из того, что мы услышали от генерального прокурора, можно сказать, что это было не на часе, потому что они ждали, когда все соберутся под куполом Верховной Ради. И президент, и уряд, и все посадковцы. Но это только когда президент оглашает на следующий год свою промову. И поэтому это не сейчас происходит. И поэтому вопрос, почему в этот год они взяли фигурантов этого дела? А могли бы выйти, знаете, что их агенты находятся в этом среде, могли бы выйти на организаторов? А возможно, у организаторов были и другие планы? Возможно, еще что-то могло творить? Можливо. Але чому зараз? Думаешь, что на многие вопросы мы узнаем? Я думаю, что это отвлекание. В первую очередь, по многим вещам. Я согласен с Тарасом, потому что будет все сделано для того, чтобы как-то поплюжить, или очернить... Как использовать в политических играх? Основного сегодня рейтингового кандидата Юлия Володимировна Тимошенко. Это первое. Второе. От той провальной социально-экономической политики, которая сегодня существует. От той пенсионной реформы, которая на сегодняшний день провальна. И все люди говорят, что это похоронки Гройсмана. Вот это отвлекание, в том числе, от этих проблем. Потому что сейчас переключились и на эти справки, Майдана, которые не завершили. А сейчас есть топ-тема. Все другие подошли на другой план. Но политическая складка, которые она начала с бешеной скоростью раздавать. Ну, как по мне, кстати, она еще и плохо к ним готовилась. Если честно, она говорила там много лишнего и для себя. Она не отрицала фактов, в которых я обвиняю. Она отрицала мотивы. Она как бы пыталась переиграть. Мне кажется, что это свидетельствует о том, что, ну, знаете, как говорят, знает кошка, чье мясо съела. Вы согласитесь со мной или нет? Так, я тут погоджуюсь. Ну, известно всем, когда она переплетала Парабия и Пашинского. Там, звичайно, что потом они спростовывали. Звичайно, что была какая-то спроба переграти эту ситуацию. И дать, что начинка... Было ощущение, что она реально понимает, что доказательства есть. Есть. Так, это раз. Она выяснила. И отрицать это без смысл. Так, и она пыталась фактически переграти, что это была спецоперация ее. И она, начебто, брала участь с боку украинских спецслужб. А не навпаки, ее играли, фактически вели в данном случае. Тому, звичайно, что деякій у нее была нервовость. Это можно было пометить по ней. Звичайно, что она не заперечивала, что там говорили. Не говорила, что это монтаж. Того не было. Таких размов не было. Так, так, так. И тому в данном случае, звичайно, что, скорее всего, А, было. Но, разговаривали, и это увеличивает шансы, что она получает вырок. Принайменно, в данном случае, государство должна показать, что, принайменно, монополия на насильство оставит государство. И, принайменно, хотя бы она может себя защитить, влада, может себя защитить, принайменно, институт влады. Как бы мы до него не ставились. Спасибо за ответы. Спасибо, что нашли время. Тарас Загородний, Сергей Мищенко отвечали на мои вопросы. Спасибо.